Дорожники завершили ремонтные работы на одном из самых сложных участков трассы Нарин-Марусинск. Об этом сегодня сообщил вице-губернатор региона Алексей Кайдалов на оперативном совещании при губернаторе. В порядок приведены почти 6 километров. Работы велись неподалеку от границы региона. Была проведена перекладка плит. Напомню, в этом году зимник, который соединяет два региона, для водителей станет короче на 50 километров. Ширина проезжей части составит 6 метров. Расчетная скорость на движение 30 километров в час. На сложных участках трассы, крутых спускок и подъемах будет организовано дежурство бульдозеров. Ранее Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта сообщал, что при стабильной морозной погоде зимник Нарин-Марусинск для движения откроют уже к концу декабря. Однако, по информации метеорологов, как минимум, ближайшая неделя в регионе ожидается теплой. Помимо прочего, говорили на совещании и о другом. Серьезное внимание, по словам Алексея Кайдалова, необходимо обратить на ситуацию с проектированием новой школы на 700 мест, которую должны построить в микрорайоне авиаторов. По мнению чиновника, администрация Нарин-Мара тормозит этот процесс. Сейчас возник сложный вопрос с получением заключения экспертизы. Этот объект, в свою очередь, мы предлагаем в Минструе для получения федеральных средств на софинансирование. Причем этот вопрос будет решаться в самое ближайшее время. Без прохождения экспертизы не принимается. На сегодняшний день проект не может пройти госэкспертизу. Как пояснили в профильном департаменте округа, причиной тому является газопровод высокого давления, не указанный в градостроительном плане земельного участка, выделенного для проектирования. Процесс временно приостановлен. Алексей Кайдалов обратился к главе Нарин-Мара с просьбой ускорить процесс подготовки документов, поскольку от оперативности проведенной работы во многом зависят шансы привлечения федеральных средств. Окружная подсистема.